Первый Ленский музей находился на первом этаже двухэтажного деревянного здания по улице Таежная и состоял из двух отделов – исторического и природного. Первым работником и хранителем фонда была Любовь Стадник. На протяжении всего трудового стажа она не изменяет своей музейной профессии, с удовольствием делится богатым опытом с молодыми сотрудниками. Создать музей на пустом месте было задачей не из простых. Оформить нужно было музей прямо буквально в ближайшее время, и поэтому помогали все. Тогда трудно очень было достать, тогда доставали и фанеру, и доски, и краски, и краску. Все, что нужно было для оформления музея, это все приходилось доставать, приходилось брать несколько счетов по разрешению каких-то специальных людей, все это привозили. Ну, делали эскизы, делали проекты наши ленские художники, ребята, они очень быстро все это, сами мебели не было никакой, поэтому все из фанеры сами колотили, все это под стеклом. Ну, в общем-то, коллекции были неплохие, очень много людей помогало, это было новое в Ленске, поэтому отзывались все. В 2011 году музей перевели в новое здание буквально в центре города. Старые музейные фонды нашли свое место в просторных залах. На размещение всех экспонатов потребовалось время. Торжественное открытие состоялось только в 2013 году. У нас расширились экспозиционные площади, мы смогли практически полностью воплотить свои мечты в Яфе. В этом здании у нас оформлено 10 экспозиций. У нас и здесь есть выставочный зал. Второй зал у нас зал мероприятий, но мы тоже его используем иногда как выставочно-тематический зал. Имеется зал палеонтологии, зал икутской и венкийской культуры, зал, посвященный русскому быту, а также истории мухтуи. Два зала, получается, посвящены боевой и трудовой славе. Один полностью военный, второй больше посвящен трудовой славе, воинам-интернационалистам и зал современного развития Ленского района. Экспозиции в музее постоянно обновляются. Некоторые экспонаты передают жители со своего района. Из них много палеонтологических находок, но самое активное пополнение фонда во время выезда по районам музейного десанта. Многие уходим по дворам буквально, стучимся к каждому жителю и просим, если у него что-то сохранилось, и, как правило, все равно у кого-то что-то находится, особенно в деревнях. За счет этого, конечно, фонды растут. Работники музея всегда открыты для сотрудничества. По первому желанию проводят выставки, беседы и мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста. Запланированы мероприятия и в честь юбилея. Акции «Ночь в музее. Активный посетитель» и «Спасем реликвию» будут проведены в самое ближайшее время. А сам праздник в честь 40-летия пройдет осенью этого года.